всем привет друзья очередной лот который к нам пришел это вот такая вот непосредственно маленькая посылочка но довольно важная довольно важная так и как же она называется называется нет давайте для начала начнем с какого же магазина это пришло и чем мне не нравится тот самый магазин и так эта посылка пришла с магазина тау-бао русской версии ну или как там она называется в общем в общем магазин он еще называется купина тау это специальная русифицированный магазин для русскоязычного населения и так далее наверное они думают что действительно где-то у нас здесь в нашей стране какие-то непонятные личности живут которые не думают но вот я взял на пробу и не подумал и так друзья посылка это держатель фона для фотосъемки для фотосъемки есть отражатели именно light диски вот именно для собственно говоря для фотосессии я и купил непосредственно этот отражатель и так что я хочу сказать по какой-то причине волшебного скотча я нигде не наблюдаю и это меня немножечко даже ставит ступор дальше стоимость этой посылки вообще с магазина тау-бао любая посылка она не может не обладает бесплатной доставкой и доставка у нее стоит довольно дорого а именно доставка стоит примерно столько же столько же сколько и может стоить весь товар ну там по весу все но допустим вот этот товар он легкий всего 90 90 грамм и немножко меньше денег взяли непосредственно за доставку но все равно при стоимости его 3 доллара стоимость доставки было где-то доллар 90 вот но это мелочь но когда я заказал допустим на 22 доллара тоже непосредственно сам сами отражатели для фотосессий плюс еще одну штуку в общей сложности это получилось 22 доллара доставка не знаю доставка стоит 18 баксов для меня это как-то ну дороговато после алиэкспресса и после гербеста и после других интересных интернет магазинов я честно говоря хотел воспользоваться думал это будет быстро это будет интересно вот трек отслеживался нормально но вес я указал там дело в том что они требуют на этом магазине непосредственно таобао они требуют чтобы мы заполняли вес и относительно этого веса они уже а значит на обозначают цену доставки я указал на эту штуку 200 грамм но я не знал насколько она стоит я не видел там ничего не было написано собственно говоря вот и исходя из этого я просто написал там необходим вес без этого у вас не примут и никто не не примет посылку непосредственно на доставку надо написать обязательно нужно было написать вес я написал 200 грамм а вот товарищи китайозы из этого супер магазина таобао сделали хитрым хитрый такой ход они просто-напросто взяли ничегошеньки мне не возвращая написали что стоимость вернее вес что у нас здесь у нас здесь вот цена там тра-та-та просто общее там все такое вот они написали значит вес 0 9 то есть 90 грамм и все а за 100 110 грамм они деньги мне не возвратили то есть это же вес все-таки пускай там будет 10 центов да но они мне его не вернули и вот сейчас я буду открывать непосредственно если я конечно прав если я разберусь на в этой ситуации если но я почитаю и отзывы ну и непосредственно сейчас буду оформлять непосредственно этот спор на этом магазине посмотрим чем это закончится доставка в принципе отслеживалась хорошо шла она шла она сейчас я вам скажу держатель фона ну я его назвал так держатель фона чтобы мне было удобней и так 16 августа она была принята непосредственно на почту принесли 23 она уже была здесь то есть шесть дней до семь дней неделю но если мы вернемся непосредственно на сайт таобао и посмотрим все таки отправленные наши посылочки да то я вот хотел посмотреть когда же я он отправлен даже 12 непосредственно с самого магазина вот пам-барам-барам нет это мне не нужно не нужно не нужно просто хочу узнать когда же я сделал этот именно заказ вот детали заказа он они просто пишут что отправленные друзья вот у меня вот ну просто чтобы вы понимали в чем дело я допустим заказал вернее оплатить оплатил сейчас я скажу 11 08 у меня была оплата другого заказа я его также полностью оплатил значит получается 11 числа 11 08 я оплатил и вот сегодня 24 08 и они еще не не обработали даже мой заказ не то что не отправили они его даже не обработали я дважды писал они мне написали что он непосредственно находится в обработке и ожидает взвешивания то есть вчера или позавчера он уже был у них на складе и до сих пор они взвешивают итак вернемся к нашей посылке вот такой маленький держатель фона который весит держатель этого отражателя который непосредственно весит всего 90 грамм вот он выглядит вот таким образом принцип у него очень простой видите он даже немножечко я хочу показать он немножечко пошкарябан и но конечно физически ни на что это абсолютно не влияет то есть это будет абсолютно спокойный спокойный физически нормальный продукт ну давайте мы посмотрим все таки вот так вот он снимается да то есть он значит у нас есть обычная стойка для допустим вспышек на него ставится вот сюда вот так вот вставляется эта штука закрепляется болтиком чтобы он никуда не ходил затем вы вешаете вот эту вещь сюда наверх раз затем вы делаете вот так и вот именно довольно жестко довольно тяжело нажимается и вот сюда вот в это место вы вставляете непосредственно сам господи господи отражатель и оставляете он закусывает его и держит все тем самым вам не нужно этот фон можно использовать вернее этот отражатель можно использовать именно как фон для портретной съемки именно поэтому собственно говоря я так и назвал и я думаю что здесь вот здесь вот именно пластик пластик на ощупь довольно такой приятный металлическая деталь вы знаете она тоже кстати она очень она тоже приятная сделана хорошо то есть китайцы даже и по металлу умеют работать вот но они единственное видите они даже стружечку не убрали насколько я понимаю там стружка да а может быть и да там стружка причем с двух сторон и так ну собственно говоря я вот так вот вам все показал тут ну можно говорить кучу всякой ерунды вот но я думаю что она того не стоит так специально брать стойку я не буду я думаю фотографы прекрасно понимают как это будет выглядеть это будет выглядеть вот так оп оп и все фон ваш висит и либо фон либо отражатель который можно вот так вот использовать и на этом фоне снимать уже портрет друзья этот магазин я вам не рекомендую потому что такие же цены примерно если на других сайтах в том числе и на гербесте и на алиэкспрессе и можно бесплатно это все доставить и вообще ну чисто для пробы пера я хотел вот именно воспользоваться этим магазином воспользовался вот ну и в принципе как сам товар я его рекомендую магазин ну на любителя если кто-то любит переплачивать рекомендую если кто-то хочет подержать придержать при себе деньги или эти эти же деньги потратить на другой товар конечно я этот магазин не рекомендую во всяком случае этим магазином я буду пользоваться крайне редко и по крайней необходимости друзья спасибо за просмотр ставьте лайк пальчики вверх подписывайтесь на канал всего доброго и пока